Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Agility Park, Конев Бор. Деревня Конев Бор – настоящий рай для лошадей. Много травы, открытые пространства, чистый воздух и отсутствие шума мегаполиса. Именно здесь расположился первый в России Agility Park, в котором лошадям создают условия для жизни, максимально приближенные к естественным. Я никогда не была в жизни связана с лошадьми. Может, когда в детстве ходила на ипподром покататься, в раннем детстве, и как-то все это забылось. А потом одним прекрасным утром я вдруг просыпаюсь с большим желанием пообщаться с лошадью. Причем не с какой-лим лошадью в прокате, а именно мне захотелось с свободной лошадью пообщаться. Я полезла в интернет смотреть, где там в Подмосковье можно найти таких свободных лошадей. Оказалось, что нигде найти невозможно. Но среди всех прочих сайтов я наткнулась на какую-то там страничку с информацией от Невзорова. Был такой деятель в конном мире, он совершил такую, можно сказать, революцию, рассказав всю правду, что происходит с лошадьми, когда человек ее использует под верхом. Ну, я пересмотрела все его материалы, меня они впечатлили, конечно же, и я, конечно же, убедилась, что что бы то ни стало, мне нужны только свободные лошади. И начала дальше искать в интернете. И единственное, что я там нашла, это был сайт Юли Худяковой. Она на Кипре создала школу счастливых лошадей и учит всех желающих общаться именно с свободными лошадьми на свободе. И без использования каких-либо средств удержания. Я с ней связалась, и у нее в то время был конь подопечный, которого она предложила мне. После каких-то размышлений я согласилась, и Сеня приехал ко мне жить. Это была обычная постойная конюшня тогда, я ничего не знала про содержание лошадей. И вот вместе с Сеней как-то так вот проходили этот путь. В итоге пришли к тому, что нам нужно создавать свою конюшню, где лошади могли бы жить в естественных условиях. Ну, не в естественных, максимально приближенных к естественным. Поэтому нам пришлось купить свою землю, и мы сюда переехали. Здесь мы уже живем три года. Сеня, к сожалению, этой зимой умер. Но оставил очень много и положительных воспоминаний, и опыта, и того, что мы вместе с ним все-таки достигли. И дальше мы продолжаем вот этот путь с пином, и живем в естественных условиях, и занимаемся естественными условиями. Собственно, вот так. И вся информация добывается на собственном опыте, на опыте коней. В естественных условиях обитания лошади никого не возят. Для того, чтобы перевозить человека без вреда своему здоровью, им необходимо пройти специальный курс физической подготовки. К сожалению, сегодня многих лошадей не только не готовят к перевозке людей, но и делают перевозчиками в слишком раннем возрасте, когда их скелет еще даже не успел окончательно сформироваться. Лошадь не может нести нагрузки на спине, потому что у нее тело развито непропорционально. Она пасущаяся животная, и большую часть времени проводится опущенной вниз головой. Поэтому у нее центр тяжести смещен на передние ноги. Они всегда более загружены, чем задние. Это сделано природой для того, чтобы лошадь могла в любую секунду быстро убежать. Задние ноги толчковые, они всегда свободны. И она может оттолкнуться быстро и побежать, либо наоборот отбить, если это хищник. Когда жена принимает вес на спину, в этом положении давление происходит на позвоночник, и он как бы продавливается вот так. А чтобы это было безболезненно для лошади, она должна наоборот округлить спину. Мы их должны научить быть в этом положении все время, пока он несет вес садика. Для этого учатся непосредственно, чтобы лошадь принимала такую позу. А также развиваются ее мышцы спины, которые до этого не нужны, лошади не развиваются. Это называется гимнастирование. Вот если человек с лошадью пройдет этот путь, подготовит лошадь физически, научит ее принимать позу, которая обеспечит ей безопасность и отсутствие боли, тогда можно залазить на спину и там на какое-то время быть на лошади верхом. Создатели Аджилити Парка уверены, что к лошадям не только можно, но и нужно относиться как к равным. Они против использования лошадей как средство передвижения или развлечения. Альтернативой этому они видят конная Аджилити. Конная Аджилити я выбрала как основное занятие с конями, это как альтернатива тому, чем обычно человек занимается с лошадьми. Оно подразумевает, что лошадь свободна, человек свободен, и они находятся на равных позициях на земле. Хотя есть варианты конного Аджилити, когда человек все-таки на спине лошади, и он проходит те же самые препятствия, но под верхом. Это как уже продвинутый уровень, но все-таки начинается все с земли, где устанавливается контакт, доверие. Лошадь чувствует состояние и намерение человека и следует им, проходя эти препятствия. Для лошади не свойственно проходить какие-либо препятствия, будь то там какие-то надземные или которые на земле лежат в виде барьеров. Лошадь в природе всегда будет обходить препятствия. Не переходить, не сквозь них проходить, а обходить. А мы все-таки предлагаем попробовать другой способ в этой жизни, как бы расширяя ее, картину мира, и сами учимся рядом с ней. Вот это очень увлекательно, полезно и лошади, потому что мы ее учим быть непугливой. И для меня это тоже опыт. Как такому большому животному, сильному, пугливому объяснить, что можно тут пройти. Каждую субботу в Аджилити парке проходит мероприятие для тех, кто хочет познакомиться с альтернативным способом содержания лошадей и создать активную конюшню у себя, по примеру, Аджилити парка «Кони в бор». Мы начали в этом году проводить мероприятия, открытые занятия. Каждую субботу мы проводим для всех желающих. Все могут прийти, просто чтобы посмотреть, узнать, что это такое, как можно по-другому общаться с лошадью, попробовать какие-то элементы под моим присмотром и понять, нравится, не нравится. Если нравится, то можно потом приходить на основные занятия. Они и групповые у нас есть, и индивидуальные. Это конная Аджилити, а также индивидуальные занятия, как психологические, как тренинги личностного роста с участием лошадей. У нас есть свой сайт, там вся информация. Также мы есть и в Инстаграм, и ВКонтакте. Все там оперативно выкладывается. Планы у создателей Аджилити Парка большие. Создать полноценный клуб единомышленников, людей, которые воспринимают лошадь не как развлечение, а как полноценного компаньона и друга. Провести детский летний лагерь, чтобы научить подрастающее поколение правильному обращению с лошадьми. И открыть наборные психологические тренинги для взрослых и детей с участием лошадей. О других интересных социальных проектах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!